Всем привет, мои хорошие! Начинаем новый влог. Сегодня у нас не совсем обычный день, потому что я не повела Глеба в садик. Нам надо пройти с ним двух специалистов. Я заранее записывалась к ортодонту, сейчас мы пойдем с утра, а в 4 часа я записана к лору. Надо пройти этих специалистов, посмотреть, что там они скажут. У него не совсем правильный прикус, у дочки тоже был неправильный прикус, она носила пластинку, и вот летом, когда мы лечили ему зубки, нам говорили, врач нам говорил, что посетите ортодонта, и логопед нам сейчас настоятельно рекомендовал, посетите ортодонта и посетите лора, потому что это все тоже необходимо проверить, для того, чтобы речь была более четкая, это все она сказала влияет. Я уже собралась, быстренько, как обычно, буду сейчас собирать Глеба, покормлю его завтраком, соберу и пойдем. Глеб у нас сейчас будет завтракать, так как в садик не идет, завтрак будет наподобие, как в садике. Это каша, единственное, что с вареньем, булочка с маслом и чай. Потом мы пойдем с ним к ортодонту. Слышите звук? Тренировка. Такой неприятный звук. Тренируется, если вдруг что, чипы какой-то, экстренный случай. Сигнал тревоги. Сейчас по громкой связи говорили, но я не слышала, что конкретно, слышала, что что-то там предупреждали. И вот такой вот звук вырубили. Хотя частенько у нас такие тренировки проводятся, включаются. Но все равно как-то, знаете, такой тревожный, неприятный звук. Сирены. У вас есть такое в ваших городах? Вот, кстати, видите, там дом-то с краном, который горел, торчит. Хотела показать вам, видите, у нас тут на кухне теперь стоят два горшочка с землей, потому что у меня дети сделали посадку. Значит, сын посадил желудь, а дочка каштан. Сколько там они? Наверное, недели две отмачивали в мокрой ватке. У сына дала росток желудь, прям такой хороший росток. И вот он посадил. Ну, он, видимо, в корень сейчас растет. Потом будет уже стволиком расти. Вот, а у дочки почему-то каштан она размачивала-размачивала. Так ничего он росток и не дал. Но мы не почитали. Оказалось, надо там либо в холодильнике хранить до февраля, либо в песке и потом уже высаживать. Ну, посмотрим. Я говорю, посади, будет что так будет. Нет, так нет. Почему я вам это рассказываю? Мне кажется, что очень интересно вот так с ребенком взять, вот прорастить этот желудь, посадить его. И будет такое мини-деревце. Ребенок будет ухаживать. Вот, мне кажется, это очень здорово. Кстати говоря, когда я была маленькая, мы с братом тоже так же посадили два дубка. У меня вырос сантиметров, наверное, где-то 10 дубок. И почему-то погиб. Я уже не помню, почему. А у брата не погиб, так и рос. И он потом посадил на дачу. И вот столько, много лет уже прошло. И до сих пор там растет этот дуб. Он уже огромный. И вот он все время, когда приезжает, смотрит, знает, что это его дуб. Короче, брат дерево посадил, сына он родил. Все выполнил. Дом строит. Все нормально. Так что сейчас я вот Глеба, значит, приучаю. Глеб сейчас дерево посадит. А с остальным, когда вырастет, справится. Посмотрим. Может быть, если не погибнет, потом тоже на дачу отвезем или что-то. В общем, когда что-то прорастет, я вам тоже покажу. Будем следить. Ай, меня кто-то емел. Дальше, кае я. Пошли, Глеб. Дальше, кае я. Мы идем к Лору в 21 век. Сейчас посмотрят Глеба, все ли у него там в порядке. Да, Глеб? Привет. Лор будет сейчас смотреть, все ли у тебя в порядке. То, что к ортодонту мы сходили, ортодонт сказал, прикус неправильный. Но надо ждать, пока нижние молочные зубки, вот эти вот первые, выпадут. И только потом ставить пластинку. Сейчас пока еще рано. У нас есть тут такой дворик один. Не так сильно далеко от нас. И вот тут такие дома старые-старые. Это еще строили их немцы, вы представляете? Вот. Там, где я-то живу, ну, через несколько дворов, там уже высотки, все. А здесь вот такие, видите? Это реально, вот еще немцы строили с тех времен, заключенные немцы. Вот еще дом. В этом доме аптека. Короче, старые такие дома вообще. Интересно, какие там квартиры. А мы идем сейчас к лору в 21 век. 1700 стоит прием. Вообще, когда я была маленькая, я помню, мне делали какую-то операцию. Тоже, наверное, в возрасте Глеба. То ли, да, арка-арка. То ли глады эти, то ли атыноиды. Я все время путаю. Делали операцию у меня. Тоже у меня, наверное, был вот этот. Открыть рот или что. Вот, видите? Такие старые дома. А что-то арка перемотана вот так вот. Чтоб не обсыпалось. Короче, такой не очень тут вот этот двор. Но вот здесь находится эта клиника 21 век. Поэтому мы сюда пришли. Стремненько, конечно, тут как-то. Все обшарпанное такое. Пошли, сынок. Вот мы уже пришли. Вот здесь вот за забором. Клиника 21 век. Там вот, я смотрю, площадочка. Мы сейчас там погуляем. Немножко раньше времени пришли. Глеб, пойдем погуляем там, на площадочке. Да? Да. Сейчас, наверное, анализов опять платных назначат дофига. Каждый раз в эти платные клиники приходишь, точно 10 платных анализов выписывают. Но я стараюсь так. То, что можно сдать в бесплатной поликлинике, я там сдаю. А те, которые не берут, уже сдаю платно. Ну, в другом кабинете. Сейчас нас вызовут. Красивая. Сейчас надо будет ротик открыть. Вот так. А-а-а, широко. Понял? Кстати, одна... Это чифра 4, и это 4 превращается в 8. Хорошо, все. Сейчас надо подождать чуть-чуть пораньше мы пришли с тобой. Да? Еще минут 7 надо подождать. И пойдем. Носик твой, смотрите, ротик, да, и ушки. К лору. А ножки? Не, ножки. Ножки смотреть не будут. Ножки – это ортопед. Только смотрит. Да, ортопед смотрит. А ортодонт тебе сегодня зубки смотрел, да? Это не химичий, а цифра 4. О, теперь цифру 4 превратилась, да? Ой, нет, 4, да. Да, 4, правильно. Цифра 4. Чифра 4. Покажи свою бороду. В садике я разбил бороду. Он как упал, свалился. Мальчик тебя какой-то толкнул, да? Ага. Что там было? Такая высота. Высота, да, это очень доразно. Я, я делаю так вам. Как ты еще голову не проломил. Ужас. Ну все, пришли мы от лора. Ой, слушайте, я даже немного расстроилась. Заплатила 1700, вообще не поняла за что. Посмотрел он его 2 секунды. Я ему говорю, посмотрите, нет ли заложенсти носика хронической. Потому что он, знаете, увлечен чем-то. Вот телевизор смотрит или играет. У него бывает такое, что он ротик открывает. И мне говорили, что это могут быть аденоиды. Он мне сказал, что он ничего так не видит. Вроде ничего нет. Но ему так не посмотреть, не увидеть. Что надо это специальным аппаратом смотреть. И он мне говорит, пропейте таблеточки. Вот какие-то таблетки. Мантелар. Мантелар. Значит, 14 дней. И в носик на зонекс. И он говорит, что вполне возможно все пройдет. А если не пройдет, тогда, значит, вот он дал мне какого-то тут врача. И идите туда. Идите туда. Все проверяйте. И тогда уже будет видно. Мазки из носа сдавать. Ну, в общем, непонятно вообще, что. Он мне сказал, вы куда-нибудь ходите. А мы сейчас Глеба отдали на футбол. И он говорит, вот прекрасно. От физических нагрузок. Это все чаще всего проходит. Не знаю. Раньше как-то вот я говорю, мне в детстве делали операцию. Вот эти вот аденоиды. Маме моей тоже. Не назначали никакие таблетки. Как-то вот сразу назначали. Смотрели визуально. Я ему говорю, вот некоторые же дети приходят, им сразу говорят. Я даже сама слышала один раз. Ой, у вас аденоиды. Надо идти проверять. Он говорит, нет, так никто не может сказать сразу. Ну, не знаю, девчонки. Три секунды посмотрел. Тысяча семьсот. И все. Иди, пей какие-то непонятные таблетки. Буду сейчас разбираться, что это за таблетки. А бесплатно пойдешь? Мало того, что не записаться, все равно надо платить. Тысячу рублей. Ну, там вообще, извините за выражение, придурочная лор сидит. От нее вообще толку никакого нет. Она в поликлинике бесплатной работает, знаете, так, на отвали, как говорится. И у нее еще много частных кабинетов, где она тоже работает. И так вот она уже, наверное, работает нормально. Мне говорили, что она все время дурит всех, что якобы то ли она заболела, то ли она на учебе, а сама сидит в платных кабинетах. Короче, ладно. Так, он сказал, ничего криминального нет, он не видит. Подумаем. Я, наверное, потом схожу к нашему педиатру, покажу ей, что он мне тут выписал, потому что я сомневаюсь вообще, что он мне тут выписал. Пускай она посмотрит. Вот такие вот дела. Ну все, на этом буду я прощаться сегодня с вами. Увидимся в следующем влоге. Будем мы сейчас делать уроки с дочкой. Уроков задают просто, я не знаю, ну такие задания без интернета мы вообще не можем ничего сделать. Математику, русские какие-то пословицы, поговорки какие-то, что они знают, боже мой, это вообще, черт ногу сломит. Это учеба, я не знаю, это просто. Издеваются они, что ли, над нами. От этой учебы реально мозг уже вот просто взрывается, и у меня, и у ребенка. Все, мои хорошие. Счастливо.